Друзья, всем привет! Спасибо, что остаетесь с нами. Надеюсь, что не пожалеете. А с нами это с Владой Голдой. Меня зовут Глеб Болева. С Владой Голдой. Всем привет еще раз. Всем привет, друзья! Сегодня у нас в гостях очень молодой, но уже очень популярный ютуб-блогер, тиктокер и певец Егор Шип. Егор Шип – это молодой, но уже очень популярный тиктокер и певец, чьи треки все чаще попадают в топ. Я делаю док, пахни Диор. Я искал тебя вечность, вот ты Диор. Я делаю док, пахни Диор. Пока что мы знаем, что Егор фанат бренда Диор, но сегодня мы хотим узнать о его творчестве немного больше и услышать его лайф-выступления. Встречаем Егор Шип. Всем привет, друзья! Привет, привет! Привет, рад тебя видеть, как дела? Да, взаимно, отлично все. Слушай, у нас всегда, можно сказать, традиционный, я сегодня почему-то, мне кажется, вращаюсь на этом стуле. Традиционный вопрос первый. Чем занимался до того, как попасть к нам сюда в студию? Что делал? Сегодня? Да, сегодня, кроме того, что проснулся. А, я проснулся, значит, и все, и приехал сюда. И все сразу же? Ничего больше не делал. Ты так долго спишь? До скольки? Если в шесть, в пять, в четыре встаешь? Ну нет, в два, в три, вот так нормально. Вот это жарская жизнь. Как, вчера просто вдруг день рождения было, поэтому посидели немножечко, и вот так вот я проснулся. А обычно вообще как? Обычно? У меня с сосновым очень тяжело все, но я стараюсь проснуться пораньше, ну в двенадцать. Как, я думаю, сейчас половина наших зрителей просто, особенно, кто постоянно ходит в школу, но не сейчас, конечно, а вообще. Наверное, полетели огрызки. Ну так я тоже ходил в школу. А, то есть ты пока можешь себе позволить, короче, просыпаться в двенадцать. Ну все, я уже не хожу в школу. А вот, вот я об этом уже. Ну что ж, у нас огромное количество вопросов к тебе, вот целых, целых прям четыре картонки, можно сказать. Ты готов? Да. Мы тоже готовы? Погнали. Слушай, ну мы знаем, что ты за год всего лишь набрал аудиторию в полтора миллиона человек. Ну да, но в инстаграме. Каким образом рассказываем, мы тоже хотим. Блин, вообще не знаю каким образом, все получилось случайно, то есть, ну я не ожидала то, что так глобально все это будет выстроено. Сначала начинал на ютубе, на ютубе буквально за два месяца набрали там шестьсот тысяч, семьсот тысяч, что-то типа того. Что у тебя был за контент? Чем цепануло? Ооо, это был контент богатых школьников, которые мы раньше снимали, сейчас мы это не снимаем, сейчас мы от этого отошли. Вот. Вкратце что это? Это богатые дети? Нет, это не богатые дети. Вкратце был один ведущий, который все по сценарию было прописано заранее, подготовлено. Допустим, приходили в гости к какому-то школьнику, в частности, приходили ко мне, когда я был школьником. И я то показывал дом, который мы снимали в аренду, то показывал машину, которую мы тоже брали в аренду. С люстрой, которая опускается с потолка вниз, да? Не было такого. Не было такого? Нет. Это по домам передача. Это по домам передача. Ну, короче, мы просто делали шоу, это все было неправда, все нас считали какими-то заржавшимися чуваками, а на самом деле нет. Это все было по сценарию, как шоу, ребята. То есть ты, в принципе, скажем, вызывал на эмоции, тем самым, показывая целенаправленно это дело, в принципе, аудитория росла. Хейта, наверное, поначалу было больше? Хейта много. Ну, хейта было необоснованно. Люди, которые просто завидуют, такие сидят, фу, как так можно, школьник, мажоры, уроды, хотя мы не мажоры, но они просто в это верят. И в созданную собой иллюзию начинают хейтить. А когда вы раскрыли карты, что это все постанова, все неважно? Я вообще раскрыла это первой, потому что я уже устала, что кто-то называет богатым школьником, но это не так. Я бедный школьник, камон! Бедные тоже были. Ну, короче, это такое клеймо было неприятненькое. Где-то там, допустим, ВПШ тебя форсит, и все начинают писать, фу, это же те, там, типа, богатые школьники. Хейт был необоснованный, ну, просто, ну, сделали шоу, ну, прикольно. Кому-то нравится, кому-то не нравится, не нравится, не смотри. Вот, а теперь из-за того, что хейта было много, я от этого отхожу, говорю, что это все было неправда, и раскрылся карты. Ты 11 лет занимался футболом профессионально. Да. Расскажи пару слов тоже, со скольки лет начал? Меня привели то ли в 4, то ли в 5 в Академию Спартака Федора Черенкова. Там я занимался лет, наверное, 5 или 6, и потом остаток доиграл в бурьвестнике. Вот. Ну, блин, я сначала хотел быть футболистом, я такой, типа, футбол, это все, это моя жизнь. А потом в один момент я просто перегорел, и все, мне больше не интересно. Блин, я смотрю огромное количество, на самом деле, молодых ребят, вот тоже тиктокеров и ютубе, и инстаграм, кто занимался футболом. Мне кажется, что все перегорают, уходят, и у нас огромное количество тиктокеров и успешных ютуберов, а футболистов по-прежнему успешных. Понимаешь, с чего нам нужно было начинать? Спорт просто помогает раскрепоститься, как бы, он задает тебе определенные черты характера, которые потом и любят твоя аудитория. Угу, но у тебя есть тиктокер здоровая аудитория, ты там тренды бахаешь свои лекарства. Четыре с половиной миллиона. А я вообще не знаю, откуда они, вот честное слово, я снимаю одно-два видео в день, ну, как бы, ну... Это считается много ли мало? Это мало. А, то есть для тиктокера одно-два... Ну, вот Юля Гавририна там по 8 в день фигачит просто как на дрожжах, и растет, соответственно, она была меньше меня в несколько раз, а теперь она больше. Ну, как бы, по тиктоку. Вот. А, не знаю, не люблю, когда меня называют тиктокером. Я тикток снимаю, блин, чтобы продвигать свою музыку. Поэтому... То есть ты больше ютубер? Ну да, давайте Егор Крита тоже тиктокером называть и Квалкоку. Давайте. Давайте. Эй, вы, тиктокеры! Егор Крита Квалкок. Приходите, на. Ну, скажи, тикток, ты берешь также какие-то тренды или сам задаешь тренды у тебя... Получилось ли у тебя... Бросить что-нибудь? Бросить так, чтобы это все разлетелось? Ну... Есть какие-то видосы, которым ты прям гордишься и говоришь, да, вот это прям... А, есть видосы прикольные, которые начали разлетаться, потому что я снимал это на протяжении месяца, буквально каждый день по одному видео, просто в разных локациях. Это там идет такой звук, он был не мой. Там сначала идет... Идет дроп, и потом нужно попасть, короче, в бит. Типа подкинул, поймал и попал в бит. И это начало разлетаться. Вот это единственное, наверное, к чему я привязана, а остальное я просто снимаю какую-то такую однообразную для себя. Ну, ты зарабатываешь с тикток у тебя получается сегодня? Да. Или это такой больше пассивный доход, и YouTube для тебя все же это основная, как бы, площадка? Я с YouTube вообще ни копейки никогда не заработала. То есть, для меня было проблематично сначала три месяца попрощала монетизацию. Да, это же сложно. Потом я потерял код. Потом я, оказывается, второй код получила на другой адрес, и я что-то запуталась и перепуталась. Наматил, короче. Да. Слушай, к нам сюда уже большое количество тиктокеров тоже приходило в гости, и мы уже с Владой тоже супер разбираемся уже во всех домах, во всех движухах и прочее. И ты же поначалу был в Hype House, потом ушел во Freedom Team House, да? По факту, я так понимаю, что это два тикток дома, да? Расскажи о своем, так сказать, путешествии, почему перешел, где лучше, где хуже, что случилось? В самом начале, вообще в самом-самом-самом, то ли мне, сразу говорю, чтобы хейта не было, то ли мне показалось, то ли вот Никита, который менеджер Дани Милохинова, по-моему, он говорил, не хочешь, типа, с нами в дом какой-то. Я думала, они просто потусти, типа, на пару дней. Мы сидели в авиапарке, он говорит, не хочешь, с нами в дом. Я говорю, нет, нет, я тусить не хочу. Вот, а потом смотрю, они открыли Dream Team. Я понял, вот, что они имели в виду. Я думаю, так, нужно, короче, что-то свое делать. Вот, потому что туда бы уже не взяли, наверное, скорее всего. Вот, я думаю, что-то нужно свое. Позвонил своему другу, который менеджер, Сережа. Я говорю, давай открывай дом. Он говорит, да-да, давай, короче, забил. Все, пропустил ему ушей. Я думаю, так, что-то надо срочно делать. Нашел Заира. Заира, это которая сейчас менеджер в хайпхаусе. Мы вместе с ним буквально за один день поехали, сняли дом, заселились туда с блогерами и хайпхаус фактически мы с ним открыли. Вот, потом меня оттуда выгнали. Почему? Я пока что не буду, это сейчас прямой эфир, да? Да. Я пока что не буду ничего говорить. Нет, это запись. Говори. Короче, 28-го числа выйдет пародия, еще одна, на веселую песню Криды Моргенштерна, где я расскажу, почему меня выгнали из хайпхауса, все причины. И 30-го числа выйдет еще одна новая песня, где я тоже все расскажу и покажу. То есть у тебя, короче, ты все свои, скажем так, переживания, то, что твоя аудитория хочет слышать и узнать, ты это раскрываешь в треках. Ну да, да. Слушай, хороший, кстати, ход. Как буф, да, он тоже постоянно говорит, достаньте от меня, говорит, я не хочу интервью давать, я уже все рассказал в своих треках, вот от и до, говорит, любые ответы на любые вопросы. Ну да. Там маленькая затравочка, там ты накосячил или все-таки змеи вокруг были? Смотри, там немножко я накосячил в плане того, что вот я неправильно поступил немножко по отношению к своему менеджеру, к этому, к Заиру. Ну а потом, как бы, он накосячил, ну это вообще… Один-один. Взаимный косяк. Взаимный косяк. Получается, ну… Короче, он мне поставил одно условие, когда мы создавали дом. Единственное было условие, вот, среди которое я как бы… Мой посуду. Я его как бы не выполнил, потому что, ну, блин, ну там сложно было его не выполнить. Вот. И в связи с этим он меня выгнал, рассказал, ну, короче, да. Но в конце месяца все твои поклонники, и мы в том числе, узнаем, и что за условие было, и как, и что… Ну, условия нет, не знаете, условия по-позже скажем. Понятно. Слушай, Буткрафт прям вообще молодец. Бизнес-план. Держит, держит прям интригу. Ну что, у нас очередной, точнее, первый на сегодняшний день. Интерактивчик. Интерактивчик. Друзья, можно вас попросить, пожалуйста, вынести сюда наш… А я тебе пока расскажу, что мы делаем. Смотри, мы сейчас будем раскрывать твой талант художника, и пока мы болтаем на протяжении всего интервью, ты рисуешь что-то, что тебе хочется, пишешь, а потом в конце эфира мы между поклонниками, которые задали тебе вопрос… Самый лучший. Самый лучший. Разыграем этот холст. Я должен что-то нарисовать? Что угодно. То есть, что бы ты хотел нарисовать человеку, который… Потом твой фанат это дома, повесят на стене. Повесят что-нибудь. Хоть солнышко, хоть… Нет, ты все время говоришь солнышко, и все солнышко рисуют. Да, давай солнышко. Дай что-нибудь мощно рисую. А я не умею рисовать. Я не за это что-то. У нас никто не умеет рисовать, кстати, но при этом довольно-таки неплохие, по идее, работы. Можешь что-нибудь написать? Ладно, давай. Можешь что-нибудь написать там… Только пока не поли главное, потому что мы это в конце покажем. Так что вот тоже такое небольшое условие. Ну и что же, про музыку. Я знаю, что ты поклонник Крида. Ну, есть такое. Ну, расскажи. Чем он тебе нравится, расскажи. Чем зацепил. Ой, блин, я калякнул. Да, ничего. Чем он мне нравится? Ну, его стилем, в первую очередь, треками. Ты пытаешься ему подражать? Ну, да нет. У меня музыка совсем другая. У него такая она. Воу, да. Может быть, внешний там стиленочек. Да нет. Я вон в кожанках хожу. А Крит не ходит в кожанках. Значит, ты мне подражаешь. Да, да, да. Раскрыли тайну. Все, вы сегодня дадите. Нет, я вон в кожанках хожу. Нет, не пытаюсь. Не вижу смысла кому-то подражать. Выпустил два трека, Fake Love и Dior. Ты сам пишешь эти треки, песни, стихи, музыку? Расскажи, как проходят. В Dior есть авторы. То есть, что-то мне пишут, что-то я пишу, что-то мы вместе пишем. То есть, это коллективная работа на студии. Здесь, ну, как получится, как бы. Что-то, допустим, я написал, скинул ребятам. Они такие, блин, давай доработаем. Что-то они скинули, говорят, Егор, нужно доработать. То есть, это коллективная работа. А биты в музыках? Музыку не пишу. А чего ты говоришь? Ну, сам выбираешь. Да. Как ты пришел вообще к тому, что ты хочешь начать петь? Это так погоня за модой, что все начинают петь или… Да я давно вообще хотел пуститься в музыку, на самом деле. А сейчас просто появилась аудитория, с которой я могу это сделать. И я начал это делать. Вот, ты заговорил про аудиторию. Для кого весь этот стайл, стафф, трек, музыка? То есть, твоя аудитория, вот как ты себе ее представляешь? Если вот среднестатистический, скажем так, вот срез… Как выглядит твой поклонник? Кто это? Да, для подростков пока что, скорее всего. Потом сейчас будем выходить на более взрослую аудиторию. Ну, для подростков, я так понимаю, которые вот любят веселиться, там, тачки, Dior там и прочее, или, в принципе, это уже общая такая молодежная движуха и тенденции, в принципе, все, ну, как бы вот варятся, грубо говоря, в этом котле такого, типа, там, хайпа-стайл. Хочу тебя фигню будет, рисуй. Да, отлично ты все говоришь. Ладно, рисуй. А, рисуешь? Рисуй, рисуй. Рисуй, не заканчивай. Ну, это для аудитории подростков, сто процентов, как бы, сейчас я хочу вместе с ними, как бы, вырасти. То есть, чтобы они выросли на моей музыке, а я вырос с ними. Глобальные планчики. Слушай, серьезно, вот какой у тебя подход, прям, фундаментальный, все вот прям. наверное, да. Но, ты не просто так за бухты-барахты решил петь, я знаю, что ты в Академии Игоря Крутого вроде как, Да, я занимался там актерское мастерство, на ведущего. Ну, ого. То есть я не пел там, ни подводку. Ты можешь какую-нибудь подводку скать? Давай представь программу нашу, так интересно, что ты говоря. Классно представь. Давай, давай, давай. Да нет, какой подводкой? Скажи, ребята, всем здороваid. НТМ Юзик сегодня. У нас сейчас. Всем привет, ребята, это НТМ Юзик сегодня. Сегодня в гостях у нас Глеб, Влада, Игорь Шип. Ну ты прав наши имена не выучила, да, конечно. Нет, мы же работаем как бы в трио. Я тоже дал вам возможность сказать. Так нас там не было. Где? В экране. А фокус-то в том, что вы появились? Ой, ну ладно, ладно. Вообще, слушай. И чё, ну а тебе потом, ну у тебя был опыт, кроме вот введения Ютуб-канала, там блога, работа на камеру, где-нибудь какие-нибудь, не знаю, там мероприятия или там... Свадьбы. Нет, свадьбы. Нет, я ввел отборочные этапы на детское Евровидение в 2018 или 2019 вроде. То есть так же в кадре live, да? Да. Круто. Слушай, коллега. Потом на НТВ ввели SuperDity Fest. Много на самом деле было всего. То есть у тебя, в принципе, хороший такой бэкграунд, телевизион еще к тому же. Да, но я перегорел тоже. А чем мне нравится? Свободы, наверное, не так много, как в своем... В огороде, скажем так, да? Хочется свобода. Что у тебя больше всего беседует? Больше хочется, знаешь, больше хочется творить. То есть вот я хочу сделать так, я сделаю так. А там как бы вот, ну вот, ты должен сделать так. Ну понятно. Ты как бы должен сделать так. Там невозможно по-другому. Там невозможно, да. Это точно. Но у тебя уже на твою песню «Диор» есть клип. Что насчет второго? Планируешь, что ли, пока? Второго клипа? Да. Второй клип уже в процессе, значит. Когда увидим? Думаю, в первых числах июля. Может быть даже, скорее всего, 30-го. Слушай, ну у тебя получается оба трека, обе песни про любовь. Они кому-то посвящены или это общее такое? Или вдохновлялся ты, может, какими-нибудь отношениями к какой-нибудь девочке? Да, они посвящены, но пока что не буду говорить кому. Ну, это как бы лично, не публично. Я как бы посвятила, а дальше сами додумывайте. Но твои поклонники знают этого человека? Те, кто за тобой постоянно следит, следят? Да, думаю, да. Или это кто-то тайное? Ну намекни нам хотя бы, нам тоже интересно. Или N, или L. Не, не буду намекать. Сами все узнаете. Сами все знаете. А мы его не знаем. Ой, да бросьте. Вам это не надо. Расскажет, расскажет нам потом после этот. Ну, слушай, сейчас мы прервемся тогда, наверное. Да, потому что мы готовы послушать твой трек про любовь. Ты подожди, ты пока, ты можешь рисовать, у нас еще будет много времени, ты там разошелся. Не останавливайся. А я просто, показать что я на сниму? Не, 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 подожди, это в конце. Пока закрывай. Друзья, сейчас у нас будет небольшая коротенькая пауза, буквально 10 секундочек, и мы услышим лайв первого трека, и потом еще будет в конце лайв второго трека, поэтому ни за что не переключайтесь. Игорь Николаевич, давай, Годи. Давай! Давай, Годи. Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Обещала быть со мной, а теперь пока-пока Атакую твою личку, ты блокируешь аккаунт Почему немного грустно, мне сейчас нужен hotline Не hotline Фальшивые чувства, это все пластик Мне нужна одна, тебе кастик Разбило мне сердце, сука, на части Разбило мне сердце, но не на счастье Ставший мобильный последний процент Если время не лечит, то я пациент Меня не отпускает никак Твоя фейкла, фейкла Просто я твой друг, ты мой драк Это фейкла, фейкла Не спал ведь этой ночью тебе писал Ты была в сети пять минут назад Меня не отпускает никак Твоя фейкла, фейкла Да ты делаешь мне больно, не меняешься в лице И висишь на моей шее, будто леди на цепь Пробивают в фейстайм, но не достигают цели Свою цель Попадаю в тебя в рек, только не в сердечко Но ведь кто-то обещал, что это навечно Но сбегаешь от меня, прячешься за мейком Оказалось, что любовь это лишь наклейка Уставший мобильный последний процент Если время не лечит, то я пациент Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Не спал ведь этой ночь, что тебе писал Ты была в сети пять минут назад Меня не отпускает никак твоя фейкла Фейкла Время медленный яд Это точно весна Твои фотки Я искал тебя, вечность Вот идиот И я делаю вдох Я искал тебя, вечность Вот идиот И я делаю вдох И я искал тебя, вечность Вот идиот И я делаю вдох Епь-епь, друзья, ну что, мы продолжаем И только что у нас было выступление Можно поправить камеру Все круто Друзья, мы еще раз всем привет Мы продолжаем сегодня у нас в гостях Егор Шип Первый лайв выступление у нас прошло Еще впереди будет второе Ну а мы продолжаем мучиться его вопросами А он продолжает рисовать Подарочек для кого-то из вас Да Слушай, ну возвращаясь к теме богатого школьника Расскажи ты сейчас Какой у тебя доход И какой тебе вообще нужен для комфортной жизни Это нам Дудь прислал вопрос Да, да, да Это не мы спрашиваем Он варьируется То есть может быть, допустим, в прошлом месяце был один В этом месяце будет другой То есть зависит от рекламодателя Ну а тебе вообще сколько нужно зарабатывать, чтобы чувствовать себя комфортно? Ну вот в месяц Чем больше, тем лучше Ну есть какая-то цифра Я прям не вывести разговор, а, посмотри Ну я думаю, что прям, чтобы комфортно Это от... Блин Ладно, не буду говорить много От 300 тысяч Отлично На что тратишь обычно? На шмотки там На шмотки, на такси Больше всего у меня выходит Всего ездишь, да? С водичкой Да, спасибо большое А шмотки? Ты... У тебя же наверняка еще тоже какие-то там контракты? Там люди, которые мечтают, чтобы ты ходил в их одежде? Или ты действительно покупаешь всю одежду? Нет, я покупаю одежду Ну, контрактов пока нет Надеюсь, может быть, будет когда-то С Диором, например? С Диором? С Диором? Ну, с Диором, только если по духам, как бы, ну, понимаете Они же одежду вам тоже выпускают, да? Ну, пока что я про одежду ничего не писал Выпускаю Чьют? Чьют 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 Какой я стильный, модный чувак, а Да, мы видим Да, может уйти Да, может уйти Ладно, ладно, правда Ладно, оставайся, братан Без тебя будет не то Ну, задай вопрос Давай, я вижу Слушай, но Не придумал Не придумал Здесь просто такой вопрос, который сейчас обязательно тоже проигнорируют Но я его задам Выходит, слышишь, что ты из обеспеченной семьи И, в общем, ты не особо-то и нуждаешься в бабках с ТикТока Со всех этих Да, я как бы из обеспеченной семьи Ну, я нуждаюсь в деньгах с ТикТока и прочего Потому что год назад, когда я заканчивала с футболом Папа был очень расстроен всем этим И он мне сказал Либо ты, короче, продолжаешь заниматься футболом Потому что мы на это угробили огромное количество времени Огромное количество сил Огромное количество денег Либо, как бы, можешь больше не просить ни денег Ничего Я сказал, окей И все И с этого момента, вот уже как год Я ни копейки не взяла у родителей денег Это похвально Круто Рыбак вообще Поэтому много кто говорит, что родители на деньги Ну, нет, на самом деле Слушай, а что тебе сейчас больше приносит? Блогерство или музыка уже все-таки дает свои плоды? Музыкой я начал заниматься недавно Буквально, по-моему, пару месяцев назад Пару месяцев назад Вот как раз первого трека Квартал даже еще не закончился А сколько ты времени его создавал? То есть перед тем, как вот выпустить Вообще вот от идеи до уже вот цифрового, скажем так, файла Ну, вообще быстро все это происходило Карантин мешал немножко Потому что мы думали, может быть, не стоит Может быть, стоит Может быть, офисы все там позакрывали Студии Сложно было добираться Ну, месяц-два? Меньше? Первый трек? Ну, сколько создавал Меньше месяца Меньше месяца Да И сразу же выстрелил У тебя там уже лямп просмотров за там какой-то вообще Нет, это фейк-класс То есть он не очень сильно выстрелил Как бы он тоже прикольно Хорошо зашел Но Диор сильнее Там 6 миллионов просмотров уже на клипе Вот И стримы каждый день идут стабильно, ровно не падают Вот Диор прикольный трек А стримы как раз, которые тебе как раз-таки приносят деньги, правильно? Ну да, со стримов зарабатываешь Ну, я предлагаю прийти ко второму интерактивчику Давай Смотри, мы тебе сейчас покажем три отрывка из клипов И тебе нужно угадать, какой из них вышел в год твоего рождения 2002, если я не ошибаюсь Да 2002 Камон, сейчас и здесь мы их посмотрим Ну что? Слушай, Никельбэк, Бритни Спирс Никельбэк Я не знаю Никельбэк Я не слушаю ни одну из этих песен Но мне почему-то кажется, что в год моего рождения вышел второй клип Это Мадонна Давай еще попробуем А, я промахнулся сильно, да? Читарика Нет, здесь все, в общем-то, примерно год разница Тогда пусть будет, ну, третий, я не знаю, рок в 2004 Это Бритни Спирс? Думаю, да Ну давай, где тебя больше поперло, какой клип? Попер больше первый Вот он и был в год твоего рождения А, реально? Я не надеялась на него, он такой больше рок, я не думал, что... А что тебе, кстати, ближе из музыки, в трех кликов? Из того, что услышал первое, то есть, ну, Dior практически тоже рок фактически такой... Ну-ка сейчас заслушаю твой ракешник Ну, это не рок, конечно, но это такое немножко... Ну, посыл такой, не знаю Я забыл, как называется этот стиль Вот две минуты назад, вспомнил, сейчас забыл Это что-то такое смешанное между роком, попом и, может быть, даже где-то немного хип-попом Нет, по-другому он называется Слушай, по поводу родителей, по поводу твоего вот... То, что ты озвучил, что ты не берешь деньги, ушел Ну, сейчас-то как твои родители относятся ко всему этому, Таня, как бы получилось тебе, как сказать, их сделать, если вот так вот можно выразиться Ну, доказательство То есть наверняка ты же сейчас кайфуешь от того, что ты в свободном плавании и, в общем-то, тебя не могут там предъявить и сказать, «Егорчик, сейчас заберем карточку и все» и будешь там... Ну, я же вообще не живу больше дома Вот, приезжаю Это, конечно, не очень круто, но мне нужно работать Ну, ты же общаешься все равно с ними, правильно? Да, конечно То есть просто, как они реагируют? Ну, сейчас лучше, лучше, как бы они видят просто... Они тогда плохо к этому относились, потому что они... Вот была дорога, которая, как бы, уже начата, и по ней можно было идти дальше А я с этой дороги просто хотел перейти на новую и строить ее с самого начала И просто, ну, тогда никто не знал, получится это, не получится Я просто верил в то, что получится, и все, и получилось Кайф! Главное! Верить! Слушай, ну ты недавно сказал, что твоя счастливая лавстория еще только будет и только начинается Пока что была только фейк лавс, расскажи Об этих словах Моя лавстория только начинается? Да Я так сказал? Ну, вероятно, да Недавно сказал, что твоя, то есть его счастливая лавстория еще будет Ну, еще будет, да, еще будет Ну, не началась еще Ну, возможно, я не знаю, возможно, уже началась, я просто не замечаю То есть не замечаешь, как у тебя отношения идут? Ну, это потому что у тебя огромный... Смотри, он хочет выводить меня на... Ты рисуй-рисуй Ладно Рисуй-рисуй, рассказывай Я подпишу, типа, это бассейн, а то никто не поймет Ну, у тебя, получается, сейчас будет огромное количество вообще внимания женского вокруг тебя и... Заваливают любовными лавсами? Ты вообще не потерялся еще среди всего этого? Да я не вижу, ну, не замечаю такого внимания Я как бы стараюсь избегать, чтобы кто-то попробовал воспользоваться или как-то так, типа, это... А сам пользуешься? Знаешь, фанат, который прибегает и говорит, пожалуйста, давай сходим в кино хотя бы, хоть проходим на машине... Это ужасно... Письма тебе пишут в директ? Да, конечно... Ты встречался с кем-нибудь, с фанатом, кто тебе писал? Есть вообще вариант, действительно, тебе написать... Давай визуально При знакомстве в Инстаграме? Да, вот просто вот ты смотришь, видишь вот визуальную девушку Ну, если это Инстаграм, то я, в первую очередь, смотрю на внешность, как бы, на что мне нужно еще там смотреть Понятно, вот... Расскажи, какая внешняя девушка тебе нравится? Да, я не знаю, это по-разному Ну, блондинка, привет, хотя бы Вообще, пусть будет берметка Пусть будет берметка Ой, прости, пожалуйста А потом, когда ты уже познакомился, уже человека видишь Ну, к тому же, вот, я должен поймать какой-то коннект с человеком То есть, может быть, он даже... у него будет больше минусов, чем плюсов, но я словил с ним коннект Ну, это уже не объяснить, да? Ну, это уже не объяснить, типа, почему... Это уже магия Магия, да У нас есть пунктик про то, что у тебя были отношения с Валей Карнавал Мы сами не знаем, кто это Вот Глеб предположил, что, возможно, это шансон какая-то исполнительница Расскажи нам, кто такая Валя Карнавал Ты знаешь такую девочку, Валя Карнавал? Да 28 числа я сейчас песню расскажу Да господи, Иисусе, что же такое-то? Поставь уже песню, пожалуйста Мы уже послушаем Ключи с мобилки хотя бы Я не буду ничего пока что афишировать Ну, просто я хочу придать этой песне максимальной промо, чтобы больше человек ее услышали Она больше разлетелась, потому что там реально есть что послушать Как бы там объяснение всего Расскажи, кто такая Валя? Валя это девочка, тиктокерша, которая живет в хайп-хаусе А, в которой как раз создал ты, да? С которой мы выгнали, да Ага Может быть, она тоже к этому причастна И бить Не-не, не бить, не бить Я уже хочу, на самом деле, сам послушать, конечно, этот трек и у меня уже интересов Чтобы, наконец, на наши все вопросики появились ответики Да, и просто кресты поставить на этом сценарии и выбросить его Так, ну а сейчас так как у тебя? Сердечко-то свободное? Есть у тебя девчонка, подружка? Нет, никого нет Фри, короче, свободно Свободно Малышки 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 Так так и нужно Если у тебя не будет каждый день как праздник, то у тебя не будет праздников 18 лет Как раз у тебя нет праздника, если у тебя каждый день как праздник Тебе исполнится 18 лет, а ты говоришь, я не хотел праздновать Ну, я не хотел его праздновать, потому что, я не знаю, может быть, у меня тогда настроение плохое было Мне позвонил мой на тот момент менеджер, сказал, вот, нужно приехать подписать какие-то документы Я приехал к нему, он посадил меня в машину и привез в ресторан, там родители мои всех собрали Я такой, типа, чего? Не хочу праздновать Это же у тебя семейно-родительский такой праздник получился? Да Ну, скажи, вот, проснулся ты уже на следующий день, вообще, 18 лет для тебя хоть что-то, знаешь, эта цифра? Как-то ты изменился, что-то То есть, опять-таки, теперь можно пить алкоголь, что очень вредно и мы не советуем Не, ну, факт, ну, все же всегда же говорят, да, 18 лет совершеннолетие, ты уже вступил, скажем так, на тропу войны Уже как взрослый, взрослый мужчина Да не, она вредна Ты, наверное, я вот хочу спросить, как ты провела 18 лет, но я боюсь, что это вырежем мы Это точно вырежем Это лайф будет, а не вырежет Тогда я не буду рассказывать Узнаете в моей песне То есть, в общем, что 17, что 16, у тебя никакие, как-то, преференции у тебя не случились, да? Да нет, ну, права получил Тачку ты водил до этого, права, там, получил, то есть Да, все, просто права получил, это мало Какой ты взрослый, вот Рассудительный, да Реально, блин, просто вот Нет, красавчик, на самом деле, реально, у тебя прям ничем не удивишь, день рождения не празднуешь Ну, а что, вот, ну, 18 лет, ну, и что, ну, вчера было 17, что изменилось? Нет, ну, вот, например, я не знаю, там, ты Ох, когда тебе будет 28? Нет, когда мне будет 28, тогда ты так не скажешь Ну, там еще дожить надо, не говори Не говори Ладно, вопрос, который тоже не можем не задать Как провел карантин? Вот, в домах мы собирали дома, блогерские, и в домах проводили карантин То есть, там было скопление трафика, где проще было развиваться просто и все Я так понимаю, что во время карантина вообще, как грибы после дождя буквально начали возникать эти дома Что скажешь на этот счет? Долго еще отведешь жизнь вот этим проектом? Потому что сегодня, мне кажется, ну, действительно огромное количество их Потому что, как минимум, мы знаем три, да, вот, мы с Владой, которые вообще не, ну, левые по факту в этом движении Ну, много, да, создаются сейчас домов, которые, ну, не должны быть вообще, в принципе Но люди хотят, как бы, блогеры, которые там присутствуют, они хотят открыть свой дом Они их там не берут по каким-то критериям в дома-поселения, они создают свой Да пусть создают, ну, типа, пусть делают, что хотят Но твои прогнозы, я не к тому, что твои отношения нравятся, не нравятся Прогнозы, долго просуществует эта тема Мне кажется, ну, передоз будет рынка Я думаю, да, я думаю, останется несколько домов Остальные просто закроются, ну, по причине того, что у них, ну, не будет там ни дохода, никакой прибыли Потому что они же снимают дом, им нужно это как-то купать Да, дома стоят там не 10 рублей Да, у нас, у нас вообще огромный дом, у нас он очень хороший У нас самый большой дом Сколько у вас там человек? Сейчас меньше, где-то 7 человек, 6 человек новых сейчас будем брать Сейчас 3 девочки придут, потом мальчик, сейчас пришел Антонио Прикольно, такой афроамериканец, классный Который футбол, по-моему, нет? Не в футбол он играет? Не, он футбол, ну, не знаю, футбол Слушай, если тиктокер не знает, что он играет в футбол Не-не-не-не, я просто видел как раз тоже, по-моему, Антонио, чувак, он играет в футбол У него большой ютуб-канал, он там, когда не забивает, он что-то бред, выбривает Не-не-не, это, это МБП Да Он тоже смуглый, да? Да, но Антонио другой Ну вот, у нас самый огромный дом Там бассейн, бай Так, а как вам попасть? Вот я когда был на РУТВ, ведущие тоже хотели к нам попасть Как бы у них, ну, как вы видите, не получилось Ну, не знаю, как нам попасть Это все же, действительно, кто-то там, как главные люди собираются, говорят, давай возьмем Или же в Dream Team House, да, там говорят, что там все люди должны быть за Ну, в Dream Team, да, если хоть один против человека не берут, то есть это собрание У вас такая же история, да, то есть, в принципе, это некие такие неписанные плавила Плавила, мы можем надеяться на твой голос, Егор? Я поняла Так, следующий вопрос Я не знаю, что Голосовать за них как-нибудь? Так, я не поняла Да, слушай, здесь даже наши операторы, даже, вон, фотографы, люди в нас не верят Даже они молчат уже, даже они молчат Так, у них голоса нет, а что им говорить? Ну, а вообще, вот ты мне скажи, ведь в ТикТоке, в принципе, это супер, ну, как бы, в основном молодая аудитория И вообще, вот, к людям, скажем так, взрослым СТ рассказывал, он говорит, я вот там что-то начал заниматься ТикТоком Мне говорят, каждое второе сообщение, слышь, там, типа, старик, там, типа, мы тебя помним, конечно, но ТикТок, типа, наша территория Есть вот действительно какое-то такое предвзятое отношение к взрослым людям? Я не говорю, что, там, они там хорошие, там, ну, хорошо делают или плохо, ну, в общем, даже хорошо делающий, там, не знаю, там, 50-летний, там, какой-нибудь мужик, его, как бы, молодежь все равно как-то не воспринимает, знаешь, он как-то левый все равно в этом Да, нет, нет никакого предвзятое отношения, сейчас вообще дом открылся, там, он называется, я имею в виду, даже, old-team, old-cam, 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 как-то так, там, как бы, это... Престарелые, я поняла, да, там, престарелые, да, дом престарелых, дом престарелых, реально Учитывая, что он всем тоже в 30, спасибо, пуплиминтик Очень классные ребята, очень классные блогеры, я с ними знаком, ну, блин, ну, они реально старые Спасибо, Егор Обращайтесь, оп Мы закончили эффект Только вы не там Не-не-не, мы не там какой-то, но мы, вообщем, я даже никто к нему Мы не там, но знаешь, в возрастной категории мы там Да, вам уже все хватит, песок сейчас посыпется, Владыч, уже хватит об этом уже говорить У нас тоже есть информация, что ты часто общаешься и, вообще, мелькаешь с артистами Blackstar Что тебя связывает с этим лейблом? Да, просто общаемся Просто так получилось? Ну, да Какие-то, может быть, коллаборации Стиматик, год назад я его видел в Сочи Можно пожмите руку? Ты здоровался, Стиматик? Да Как? Глеб, я тоже здоровался Нет, я не мыл с того момента, я не хочу трогать руку Пожалуйста, я тоже не мыл Глеб, я тоже здоровался, Стиматик А я тоже, Стиматик, здоровался, кстати Это была многоходовочка Понятно Ладно Расскажи, Blackstar Ну, мы собираемся просто часто вместе в одно время, в одном месте снимаем То есть это чисто музыкальные комборации? Это для продвижения, скажем так, тик тока и прочего Ну, это просто так получилось Я общаюсь там с Клавой Кокой, да, с Натаном Клава Кокой у нас это тоже была здесь Да Сидела вот на этом же месте Рисовала А потом Натан на этом же месте Ну, вот, все как бы по старой доброй схеме, теперь я Да Это точно А, ну, вообще, как считаешь, в лейбл потом планируешь какой-то попасть или ты с музыкой все же хочешь пока двигаться? Ну, и пока вообще в перспективе Какие планы на музыку? Да, как пойдет? Ну, вообще, было бы прикольно, потому что я нуждаюсь, на самом деле, в команде, потому что без команды я, вряд ли справлюсь, так как я в многих вещах неорганизованный А когда команда, у тебя есть ответственность, и как бы это пресекается сразу Как бы ты подставишь не только себя, но и других, а вот об этом уже можно позадуматься Слушай, нас не смущает, вот, например, мы работаем в команде, то, что, наверное, подводим, опаздываем Ну, это, конечно, все шутки, слушай, у тебя татуировка на шее, я так понимаю, что ты ее не так давно сделал, судя по контурам Свеженькая Да, свеженькая Можешь пару слов рассказать, что это наверняка что-нибудь значит? Да, блин, это тут вообще много мне кто говорил, зачем ты стыдил эту татуировку там у кого-то А что значит стыдил? В плане много знаменитостей, у которых такая же татуировка, там, Дейтбек, Пибер, Неймар, то есть это просто определенная символика, которая для общего пользования Да, как бы люди просто, у которых схожие, схожие мировоззрения В общем, у вас юница такое Ну, да, ну, вы видите татуировку, там крылья и крест, как болот Ну, что оно может значить, как говорить Слушай, ну, крест татуировки, мне кажется, там еще что-то нужно на ленщик потом написать, да? На ленщиках я потом напишу, да Я оставил сейчас это для немножко осознанного возраста, а то напишу и потом Большинство народ так делают, а потом ходят, знаешь, до конца Я говорю, что ты что-то не написал? Говорит, да когда ты хотел, потом уже Сам здесь забит, уже знаешь, уже по-другому Ну, я так подозреваю, что наверняка это не первая твоя татуировка Есть еще, да А, у меня есть еще три татуировки Это вот здесь, Пикачу Ооо, Пикачу Да, да, да Вот здесь, Рик и Морти А вот здесь, вот, Зайчик Ну, не про Зайчик Лол, what the fuck То есть у тебя, короче, Cartoon Network такой, да? Я хочу вот эту ногу сделать в стиле мультиков Вот здесь вот потом хочу сделать Микки Мауса, который он такой стоит И то ли дует, то ли что-то еще, и у него как бы воздух такой переливается в ноту Это прикольно ЧБ, извините, черно-белый в основном, а ЦБ не планируешь, да? Правильно, я вот тоже вот большой поклонник ЧБ Нога, все нога красная После этого я как раз и понял, что ЧБ, что ЧБ рулит, да Слушай, ну ты заморачиваешься со стилечком Ты вообще прям сам себе создаешь обувь, у тебя помогает стиль Мне помогает мой замечательный любимый стилист, Сашель Коко Это лучший стилист на свете Смотрите, какие она мне классные лучшие Да, вот А, кстати, это все дизайнерская одежда, то есть она сшита из, ну вот, взяли, допустим, 10 кофт и из 10 кофт шили одну, вот так вот, и у меня почти все вещи такие То есть это эксклюзив, как говорится, да? А такая кофта одна вообще в мире, то есть такой нет больше Круто Вот Там какой-то дизайнер, который делает просто по одной кофте Ну прям круто Любитель эксклюзива, да Ну что, у нас, в общем, подходит наше интервью к концу уже потихонечку и у нас, в общем-то, в ВК вопросы, которые прислали нам наши зрители, то есть вы, дорогие люди, по ту сторону экрана Сейчас мы зачитаем, напоминаю, что три вопроса, слушай их внимательно, потому что один из этих вопросов будет обречен подарком Ну, успехов Да, какой тебе больше всего понравится, тот и получит твой шедевр Итак, погнали! Кем видишь себя через 10-15 лет? Артистом, исполнителем хитов или в другой профессии? Артистом, исполнителем хитов Есть такой ответ Расскажи о своих планах на будущее, о проектах, песнях, планируешь ли тур по городам? Сейчас карантин спадет и уже начнем планировать тур по городам, он, конечно же, будет Сейчас зависит от того, когда его снимут, вроде бы его хотят продлевать, я не знаю, что сейчас будет Вот, а так, следующая песня выходит 30-го, поэтому слушайте И третий вопрос, в песне ты сказал, что для тебя, что тебя не называли тиктокером, а называли артистом, но ты по-прежнему снимаешь в тикток Почему тогда артист, а не тиктокер? Я объяснял эту историю, как бы, я в тикток снимаю для того, чтобы продвигать свою музыку То есть у меня должна быть там аудитория, и когда у меня выходит трек, я его пуляю в тикток, чтобы он форсился То есть я же не тиктокер, который вот, ну, блин, проснулся, так, надо снять тикток, так, хочу в тиктоке 5 миллионов То есть я больше парюсь за музыку, музыка на первом месте, а тикток это просто какое-то такое развлекление, которое помогает мне для роста еще Короче, дополнительный механизм для привлечения к твоему музыку Да, да, поэтому вроде все четко сказано, я не тиктокер Окей, ну что? Ну что, вот они три вопроса Готов с выбрать Кем видишь, я бы я через 10-15 лет, расскажи о планах на будущее и почему ты артистами тиктокера Какой вопрос лучше всего? Планы на будущее будет Планы на будущее? Вот этот седевр достанется сейчас этому человеку Оу, ееее Короче, здесь все фигня, кроме моего автографа Он красивый Так, ну что, человек, мальчик или девочка, не знаю, кто ты, но поздравляем тебя В общем, отправим Скидывай адрес я привезу сегодня Лично? Офигеть Ну если в Москве, то да, привезу Сэкономим, сэкономим Круто, кидайте адрес Денег на почту Сегодня будет сюрприз кого-то ждать Обалдеть Ну если в Москве, ну прикольно, прикиньте, я приеду, привезу, с нему на видео Конечно, конечно, круто, если снимешь еще видео и нам скинешь, нам будет приятно Да, конечно, будет круто Вообще, ну что, у нас на самом деле есть еще небольшая порция вопросов для тебя Называется «Черный ящик» Практически как у Леонида Якубовича в нашей любимой программе «Поле чудес» Смотри, тут куча вопросов Кидай, покажи Они разного цвета Предлагаю, не глядя, тянуться Не глядя Не глядя Давай Вообще красный Самый стричок достал Какой пиар-ход для тебя никогда не был допустимым отношению, голые фото или еще что-то? Голые фото Это, мне кажется, ну так только инстасамка может Оставим это для инстасамки Оставим это для инстасамки Да Давай еще вопросик Так быстро ответил, давай еще А этот нам сюда, чтобы не попался Один и тот же Сколько максимум денег, которые ты тратил в день и на что? Блин Блин, не знаю Вспоминаю самые дорогие покупки Ну, там просто ходил по магазинам То есть в основном ты тратишь бабки на шморки? Ну да, ну и на погулять Ну сколько вот самое дорогое вещество? Я трачу деньги на настроение То есть, зачем их копить? Вот у меня есть деньги, их потрачу на настроение У меня будет настроение, я заработаю еще денег Ну самую дорогую шмотку, можешь в своем гардеробе использовать? Да, вот интересно Что это было? Да, я не знаю Ну вот кроссовки 55 тысяч стоят Но это не так дорого, как бы Ну просто они мне понравились, я купил То есть, в принципе, это такой фэшн-киллы, которые там охотятся за кроссовками по поллямы и прочее Ты не относишься к такими? Ну нет, это у нас Морген любитель этого Смотрите, это почки бабли Ну что, давай еще светофор соберем Так Желтый давай Давай Как ты относишься к людям не трудно? Блин Традиционная ориентация Да, острая тема На самом деле, этот вопрос я предлагаю задать Володе XXL Володе XXL? Звучит мощно Звучит мощно Почему именно ему? Вы что, не помните, ничего он сказал? Нет, это такой Володе XXL Вы с вами карнавал В какой Вале карнавал? Да Вы вспомнили? Нет, но он хипанул на этой теме То есть, он стал популярным благодаря А, точно, я слышал, да, это история, что он как раз притворялся гейм, а потом Я ничего не буду говорить, вот это вы Короче, я к ним не отношусь и лишнего говорить не буду, а то у меня тоже захотят Хотя много лишнего могу сказать Меняю Если бы ты попал в одиночку на необитаемый остров и тебе предложили бы помощь одну из тиктокеров Кого бы ты позвал? Одну из тиктокеров Одну из тиктокеров Одну из тиктокеров Одну из тиктокеров Кого бы я позвал? Да, а кто самый полезный в быту? В контенте Лучше всего, котлеты готовят, кто может? На котле Если что, еще и кабана завалить Блин, и тиктокер Да ладно, мастер фото Да я не знаю, я бы позвала туда всех девчонок из Хэй Клаусу Нет, давай одну А вот одного надо, прям вот Ладно, я позвала бы туда Слиппи Принцесс, потому что она дочка прокурора И мы там возвращались Вас быстро найдутся А ты как думанный парень шли Скорее всего Все? А еще хочешь? Еще хочешь? Давай, давай Разошелся Что бы ты ни сделал ни за какие деньги Блин, да много такого такого есть Ну что-нибудь одно давай, лютое Не бросил бы карьеру Ладно, давай Класс, ну что? У нас еще кое-что есть Что у вас еще есть? Лайв Лайв, конечно же Конечно же Егор, ну что, наша программа потихонечку подходит к концу У тебя, кстати, есть финальная, так сказать, камера гласности Можешь, глядя в нее, что хочешь сказать своим поклонникам Хочу сказать то, что 30-го числа выходит новая песня Будет называться «Как твои дела?» Песня, полностью описывающая ситуацию с вами, карнавал Поэтому ждите, ребята, и не выпустите возможность Послушать и разобраться во всей ситуации Супер, тоже будем ждать Спасибо тебе огромное Спасибо тебе, что пришел Приятно познакомиться Всего тебе, в общем-то, хорошего, друзья Не переключайтесь, сейчас еще будет выступление Ну а мы с вами прощаемся До следующего До следующего Четверга Правильно? Субтитры сделал DimaTor Субтитры сделал DimaTor Подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на наш канал Субтитры сделал DimaTor Субтитры сделал DimaTor Субтитры сделал DimaTor Субтитры сделал DimaTor